Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, космонавт. Всё это о ней, Валентине Терешковой, чей позывной чайкой после 1963-го ещё долго ассоциировался не с птицей, а с именем легендарной женщины. Простая советская девушка из глубинки, казалась, одна из многих. Однако именно ей было суждено стать той, которая прославит страну и отечественную науку на весь мир. Подвигу Валентины Терешковой, её судьбе и пути к звёздам посвящена юбилейная экспозиция. Сегодня знакомость с экспозицией – это, главным образом, фотоматериал, который предоставила нам российская сторона. Мы знакомимся с теми людьми, которые были рядом с ней, кто составлял отряд космонавтов, эпоха, те люди, которые помогали ей становиться на ноги. Эксклюзивные фотографии из личного архива Валентины Терешковой, уникальные подборки редких газет и даже макет ракеты. Попадая на вернисаж, сложно остановить свой взор на чём-то конкретном. Со всех сторон на зрителя смотрит она – легендарная женщина с непростой судьбой. В разные годы ей приходилось выступать посредником не только в межпланетарном пространстве. Советская женщина прекрасно лавировала и в пространстве дипломатическом. Со своей миссией она всегда справлялась на отлично. Естественно, время идёт вперёд. Многие документы открываются, потому что многие были под грифом «секретно». Открываются документы, появляются новые. И мы очень сильно, значительно обновили эту выставку. Спасибо огромное и Роскосмосу, и лично Валентине Владимировне Терешковой, потому что из её архивов тоже здесь представлены фотографии. И также золотые страницы космонавтики – это Самарский государственный университет. Наша современная эпоха требует женщине быть не только хозяйкой на кухне, но и быть хозяйкой на производстве, быть хозяйкой в офисе. И как мне кажется, что именно сегодняшние наши поколения женщин, российских, белорусов, нам, мужчинам, позволяют гордиться, что мы живём вместе с вами. И ваши подвиги действительно вдохновляют нас на построение отчизны, на построение благополучия, процветания нашей государства. Организаторы выставки заверили – представленное многообразие – это только часть того, что можно было бы показать брестскому зрителю. Возможно, в следующем году эти вернисажи обретут статус традиционных, а экспозиция пополнится новыми предметами и коллекциями.